То есть сразу на второй день после вступления в свою должность на решение Госполкома система Прозора была узаконена городским советом. Вот оно решение. Теперь, прежде чем, конечно же, говорить о том, что ее нет, на сегодняшний день не мешало бы зайти на сайт городского совета, где отдел экономики размещает информацию о том, в каком объеме уже отдел образования и медицина проводят торги в системе Прозора. Есть отчет и за январь, и за февраль месяц. И я могу сказать, что в образовании на 804 тысячи через систему Прозора было сделано закупок в 2 месяца, а в феврале именно объявлено торгов на 200 тысяч. Там система такая, что есть объявленные торги, а могут все не состояться. И там, я не знаю, в каком объеме сейчас состоялось именно из заявленных 200 тысяч. И то есть, ну, я могу сказать, что вся эта информация есть на сайте. То есть говорить о том, что она не работает, нет. Речь шла о пороге. То есть по закону, если мы говорим о системе Прозора, то на подпись у президента лежал законопроект, который, в принципе, и сказал, чтобы мы его использовали, в положениях, где пороха появляется от 0 до 50 тысяч, где не нужно использовать Прозора. Вот такую систему я предложил использовать коммунальным и нашим службам, как в качестве пилотного проекта. Ну, мы понимаем, что такое пилотный проект. То есть, в принципе, он для того и существует, чтобы сделать какие-то определенные наработки, а потом нести предложение, когда с 1 августа законно будет вступать для местного органа самоуправления по всей Украине. Это будет уже законом и обязательно. Так вот, поступило предложение снизить порог до 10 тысяч от этих фракций. Речь не шла вообще о выделении Прозора. Я не знаю, почему такой тон тональный, что вот, почему это все перевернуло совершенно в другое положение. Но имеем то, что имеем. Я сказал следующее. Давайте сделаем таким способом. Будут семинары. Значит, пригласили коммунальные и службы, которые заинтересованы, чтобы они погибли на этом семинаре. После семинара проводим совещание с медициной, с образованием, потому что я тоже в этой теме, я понимаю, о чем говорю. То есть, совершенно должен быть дифференцирный подход. Почему именно 10 тысяч? Почему не 5? Почему не 3? Почему не 25? И тогда уже принимаем решение после семинара общения с коммунальщиками, потому что просто попуиски принять 10. А, кстати, если уже говорить о депутатах, о конституционном блоге, я сразу сказал, ребята, давайте, хорошо, правительство должен 10, я готов принять 5 тысяч. Но берем ответственность. И меня, честно говоря, меньше всего волнуют коммунальные предприятия. Ну, понятно, если из-за какой-то запчасти не выехала машина, день-два, это одно. Но если из-за какой-то, не дай бог, вот такой вот ситуации не будут закуплены какой-то препарат или реактив для медицины, это совершенно другая ситуация. Потому что на самом деле вот этот разговор о порогах, это не что иное, как битва прянов. Почему? Потому что на сегодняшний день нет реабилитационных актов. И вот сегодня уже есть письмо из обл. администрации, оно еще было ранее, скажем так, я вам сейчас продемонстрирую, где Павел Анжевриский доручает разработки, вот оно, допустим, есть, я вам сейчас скажу, оно от 17 до 3, то есть все актуально буквально, с метою эффективного проведения реализации закону Украины про кубличность закупивали, разработки, основные базовые критерии и рекомендации, что это закупивали через электронную систему прозора по водному закупиванию. Вы значите, ведь, подетельных посадовых осіб, надания методичной допомоги, надати значенную там информацию, здесь на эту методичную допомогу. То есть, все, чтобы не спорить, почему три, почему пять, все это должно быть регулировано законодательными актами, и в пилотных проектах это не может быть. А вот, взяв на работки тех, кто уже работал в пилотном проекте, и будет сделать регуляторный акт, и правила будут для всех одинаковые, и тогда это будет законно. Потому что, если мы сейчас сделаем 10 тысяч, условно, или 5, почему общественный не сможет заявить, что это много или мало, давайте сделаем тысячу, дескать, вы опять тут поверяли в коррупции. Другой скажет, нет, давайте гривну, потому что это тоже неправильно. И каждый будет по-своему прав, потому что это не регулируется законодательством, это на усмотрение, вот, либо депутатов, либо меня, как городского головы, если я прислушаюсь к их рекомендациям. Поэтому я считаю, что в данном случае, ну, более в стакане. Я изначально принял рекомендации те, которые были у меня. То есть, вот вы видите, то есть, вот такие вот были разосланы слайды, где указан порог, это были семинары, поэтому проводили, что там, допустим, от 50 тысяч, запуска через прозор, распрощенная процедура обозвумового до сроки в том, обозвумовый срок документов, обозвит в прозоро про укладывание договоров. То есть, в принципе, на свое усмотрение, главное, что в этом случае, публичность и размещение той и той покупки, которая есть, даже если она прошла не через прозоро, на сайте городского совета и в публичных средствах массовой информации, что, в принципе, и делается. Поэтому, вот, разразился вот такой какой-то демарш, выход, что, дескать, не хотят принимать эту программу, которая уже работает, по которой уже больше двух миллионов торгов прошло за это время. Более того, есть уже наказанные официальные лица, выговорами, вы знаете, по образованию, когда стала информация, что не было закупки по делу образованию через прозоро, и, соответственно, более того, не были даже размещены на сайте городского совета, в принципе, на сегодняшний день итог этой ситуации знаний, в этих отношениях. Убрать отсюда политику, в данном случае, кто круче, кто больше опустит этот порог, да, потому что в итоге, в принципе, я заинтересован в том, чтобы как можно больше малых сумм проходило через прозоро, чтобы иметь возможность контролировать и коммунальные предприятия, и отдел образования, и все, и тем более вот так вот открыто, доступно, не требую никаких запросов. Но для меня важно следующее, чтобы действительно, чтобы закон выполнялся, он должен быть понятный раз, доступный и действительно возможен к исполнению, потому что я уже, понимаешь, приняли и три тысячи. Но вопрос другого, а исполняет ли они в стопроцентном объеме, потому что нет наказания за это, это пилотный проект. То есть для того, что отстанете от меня, не вопрос, и тысячу можем сделать. Вопрос другого. Будет ли эта информация в полном объеме, будет ли это исполняться и принесет это коллапс. Поэтому еще раз повторюсь, снижаем градус, снова садимся, обсуждаем и не обвиняем друг друга, что, дескать, есть хорошие депутаты, которые хотят в прозрачности, есть плохие депутаты, которые этого... Что для меня не проблема, я сделаю и пять, и десять, и гривну, лишь бы не было коллапса. Я остаюсь для своего мнения. И считаю, что такое давление политическое на себя я и не такие давления выдерживал и готов нести какие-то имиджевые потери, вот как сейчас и отдавать разъяснения. Но тем не менее, я считаю, что надо идти все-таки здраво. И для этого есть все механизмы, и для этого есть все возможности. И не то здесь не блокируют. Поэтому я провел беседы со своими депутатами, которые не до конца разобрались, объяснил, что ребята, вот мы сейчас голосуем, и все меня поддержали, и поэтому заблокировали это решение, потому что и Кулуана говорил, почему десять? Ну, кто обосновал? Кулуана, ну там-то не было этого озвучения. Самсонов сказал, мы на фракции обсудим и решим. Да, поэтому было, и сказать, что не было, еще раз говорю, я появился и сказал свою позицию, и она, я считаю, как бы, в принципе, для моих коллег, депутатов и для моей команды она важна, потому что я в этой теме, кто-то не владеет, допустим, вопросом.